Поговорим о домашнем задании. Домашнее задание находится в конце списка уроков в каждом модуле. Оно представляет из себя гиперссылку на Google Doc, в которую вы заходите и читаете кейс, который вам нужно выполнить. Дальше вы проделываете различные шаги, которые вам нужны для решения того или иного кейса, заполняете результаты в Google Doc и сдаете свое задание. Но прежде чем мы с вами перейдем к домашнему заданию этого модуля, я хочу немного с вами поговорить о мотивации. Мотивация в учебе – это очень важная вещь. И вы не понаслышке наверняка знаете о том, что мотивация, она очень изменчива. И очень сложно удерживать ее всегда на высоком уровне. Я хочу вам предложить четыре подхода, один из которых или несколько вам, возможно, помогут на пути прохождения курса нашего продуктовый маркетинг свою мотивацию поднимать и удерживать на достаточно качественном высоком уровне. Первая история – это ваши рабочие задачи. Наверняка большинство из вас, они и привели сюда учиться. Но, возможно, за время учебы еще какие-то задачи к вам придут, и вы поймете, что «А, я же это не знаю, а я видела модуль, я пойду его изучать». Но, возможно, эта история не про вас. Тогда я вам предложу другой подход. Это стоимость курса. Мы с вами маркетологи, люди денег, люди цифр. И люди, которые, вкладывая какие-то ресурсы в какие-то каналы, ожидают достаточно скорого возврата инвестиций. Рои. С нашим курсом все то же самое. Вы вложили в стоимость обучения деньги. Вы хотите развить свои компетенции и стать дорогим специалистом на рынке. И чтобы срок удорожания ваших компетенций был не очень длинным. Поэтому это отличный мотиватор, если на вас не сработал первый. Но есть еще два. Третий мотиватор – поддержка окружающих. Я вам хочу рассказать историю. Я за последний месяц с удивлением в своих соцсетях увидела, что четыре моих знакомых опубликовали публичную историю про то, что они пошли учиться. Двое из этих ребят пошли учиться своей же профессии, а двое – какие-то области знаний, которые связаны с их увлечениями и хобби. И вы знаете, они столько поддержки от нас, от друзей, от фолловеров получают, что это невероятно ценная опция, и это как раз прибавляет им мотивации. Вот это вот публичное сообщение о намерениях, о том, что я пошел учиться, и мне предстоит вот такой путь пройти. А потом еще и чек промежуточных результатов, и хвастовство, дипломом или там какими-то победами. Это прямо классная история, которая реально очень драйвит. Ну и четвертая опция, четвертый подход к работе с мотивацией – это помощь куратора курса, а также чат курса. Пожалуйста, не пренебрегайте этой опции, она у вас есть всегда, и она очень классно работает. Потому что, например, в чате, куда вы можете написать и где вы можете поговорить, находятся ваши коллеги, люди, которые пришли учиться. Они либо проходят те же модули, что и вы, либо ушли вперед, либо еще только начинают, но поверьте, они как никто понимают, какие эмоции вас накрывают периодически по пути обучения. И те слова, которые они найдут для вас, те, может быть, инструменты и методы, которыми они сами справляются с понижением демотивации, они точно помогут, поддержат и придадут ускорение для того, чтобы двигаться дальше. Ну а теперь про домашнее задание к этому модулю. Я хочу, чтобы мы с вами сформулировали цель вашего обучения на этом курсе. И для того, чтобы это сделать, я предлагаю поразмышлять и ответить на два вопроса. Первый вопрос про то, а какие же зоны ответственности в той компании, где я сейчас работаю, и как развиты. То есть вы посмотрите на все зоны ответственности продуктового маркетинга и ответите себе на вопрос, а вот эта зона, она на каком уровне находится, а нам нужно ли ее развивать, а чего не хватает, а вот эта, а эта. И таким образом у вас появится план, по которому вы уже будете прицельно смотреть и развивать те зоны, которых не хватает в вашем бизнесе. Второй вопрос – это мониторинг своих компетенций. Вообще у нас будет с вами отдельный модуль на нашем курсе, где мы подробнейшим образом будем каждую компетенцию рассматривать. Из чего она состоит, на какие вопросы ответив, мы поймем, на каком уровне развития той или иной компетенции мы находимся. А также мы вам на этом модуле предложим инструменты, которые вы можете применить для того, чтобы эти компетенции выращивать. Но не все, а те, которые вам нужно выращивать. Но тем не менее, отвечая в этом домашнем задании на чек-лист вопросов про компетенции, это тоже будет полезно, потому что вы уже на входе в обучение сможете тоже настроить оптику, настроить прицел того, а куда вы хотите на этом курсе вкладываться. Знаете, самое интересное нас ждет с вами впереди. Увидимся! Продолжение следует...